всем привет с вами это это сегодня у нас 5 корейские 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 замесы опять у нас гемини частый гость но его можно классно взять реплеи и интересно будет посмотреть как раз таки как играет не самый лучший но при этом гранд мастер протас на корейском сервере против одного из лучших creator а если быть точнее мы будем своим затем как же играет creator что он делает такие его манипуляции движения как он играет pvp мы посмотрим скорее всего супер правильную тему того как стоит играть pvp потому что creator он всегда играет стандарт и он играет стабильно надежно и я думаю у него все сможем научиться чему-то разведка после гейта разведка после гейта так обычно это помогает от фотона и это просто хороший скаут как видите гемини тоже идет в эту же разведку итоге они сейчас зеркально приходят друг другу освещение газа ралли-пойнты сразу же как только приходим начинаем хоросят минерал 5 что еще делать раз мы так рано пришли и кибернетка у нас идет 1522 насыщение 1533 все еще хоросят минералы за ним отправили пробку это мешает хоросят минералы придется скоро убегать скоро убегать в принципе такое же действие предпринимает и creator то есть если вам прибежала пробкой пытается мешать добывать минералы просто отправьте за ней свою пробку и это будет мешать ему мешать вам и также зеркально он будет мешать вам мешать ему это очень-очень правильное решение какое время и это будет покидать базу вообще обычный тайминг 220 а это еще один пилон оказывается скорее всего еще одна пробка обычно возвращают всех пробок номерал не 215 на он убегает ну почти 220 будет он проверять кто строится в гейтар и ему это не интересно нет смотрите он сохраняет пробку и ведет ее куда-то вместо прокси здесь выходят два адепта сразу же сразу в атаку два сталкера за ними пробка пробка проверяет старгейт и идет в обратную сторону интересно интересный план 2 адепта бегут на разведку а ройных 250 адепты адепты попадаются другим адептам гемини находит нас носит первый удар он выиграл размен адептами одно проиграл его вот так вот вот так размекрил его creator показал ему скилл короче и приходится адептами бежать домой но при этом сохранить двух адептов здесь же у нас получается два адепта два сталкера 2 см3 и все еще никакой технологии батарейка на натурале батарейка скрыть на мэйне сейчас пойдет я думаю то есть скорее всего учитывая что он играет без технологии будут просто повсюду батарейки пилон на мэйне и заметьте идет игра адептов идет размен замес адептов два сталкера 2 адепта прогоняют двух адептов гемини и это пробка пока что бездействует очень интересно 330 батарейка на мэйне то есть никакой технологии до 3 30 у креатора нету однако есть уже 300 газа то есть просто не спешит как-то ничего ставить ждет какого-то удобного момента и в 340 решает что самое время поставить ему twilight проверяет сталкерами если вторая база видит что есть понимает что его намного раньше то есть что он может понять отсюда отсюда он может понять что это nexus после технологии next после технологии то что next достаточно поздний то есть играя в каких-то слабых лигах вы конечно же можете подумать что наверное наверное соперник опоздал но играя в элитном дивизионе корейского ладера вы понимаете что это технология технология давайте посмотрим да это был stargate это урокал там много адептов и это интересно это интересная стратегия у гемини он будет пытаться здесь пролететь адептами получается тенями и может вместе 40 лам убить вот эту пробку то есть крутая стратегия смотрите крейтер весь бежит домой всем составом и будет готовиться летит сюда у нас уже разведка с интереем они будут смотреть что происходит идет блинг стандартное стандартное открытие феникс находит адептов сталкеры идут их встречать встречают адептов адепты будут сейчас залетать на мэйн должен подлететь должен подлететь оракал морков залетает на натурал начинает вырезать рабочих естественно естественно успевает пробка такой таким образом поставить пилон и все взрываются еще рабочие оракал делает 6 6 убийств 6 убийств оракла не так мало я вам скажу и принципе по ресурсам гемини проигрывает но именно в общем потерям выигрывать много рабочих убил 6 рабочих оракал и адепты идут убивать еще тут еще убивать еще бывает 1 это становится не дает 2 3 4 не 4 не смог убить в итоге 10 рабочих потеряно и имени выходит вперед по рабочим но у креатора преимущества по юнитам как он будет его реализовывать но есть роба у нее стоит латность форжен построить трое пробок он пока не спешит решает не торопиться решать посмотреть какой ситуации сейчас он находится то что оракал все еще летает нельзя просто взять и уйти с базы до оракал залетит и накажет видит что это твой лайт видишь это робо понимаешь немножко отстает по экономике и ставит третий нексус посмотрите просто третий нексус то есть он такой ну окей ты следи что я на тебя не выхожу я поставлю третий нексус немножко раньше тебя получу экономику и принципе дальше все будет окей тут третий нексус идут 2 гейта идет охота за ораклом все с блинком догонал оракла наказал идет еще один газ и обычно играется с трех газов вот этот стиль как я понимаю мозги и ты мозги и ты будут у креатора идет уже первый иммортал пошел сейчас он достраивается на всякий случай потому что если вы не построить можно отлететь от какого-то пуша сталкерами идет насыщение третьего нексуса креатор движется вперед находит об сервера и конечно же это не самая мощная сила но с этой силой он может подавить он может подавить понапрягать понапрягать имени имени который сидит на двух базах вот это креатор отлично понимает что он сидит на трех он посмотрел и пошел домой понимаете он не спешит он смотрит такой понимает окей раз как дизраптор этап грейды я по амгрейдом лидирую скорее всего мне есть они раньше были поставлены находит 3 база ставится будет ли он давить давить он может будет может не будет но что самое главное он посмотрите он контролирует карту на то есть он в атаке он контролирует передвижение соперника это очень важно все он не отпускает спокойно гемини там отдыхать и здесь пошел уже темплар архив посмотреть идет 8 гейтов и темплар архивы то есть сейчас все минералы будут сливаться в зилотов весь газ будет сливаться в темпларов пошел плюс два на атаку идет замес сталкеров креатор чуть не проиграл но дольку дольку сохранил своего пространства и смог отблокнуться что если бы он отблекнулся слишком рано и был бы в ренже вражеских сталкеров они бы просто его догоняли и убивали а моему он сейчас занимает классную позицию смотрите он постоянно двигается своими юнитами видит дестабилизатора сейчас будет фокус фокус дестабилизатора это изи фокус здесь все нормально прыжок вперед убивает сейчас пробок скорее все начнет бить пилоны это замедлит замедлит развитие протаса и идет пробегание идет такой ранбай сталкеров которые прыгают и просто размен максимально сколько можно делается рекол в принципе неплохо неплохо он взял какое-то преимущество отдал обсервера и идет следующий пуш следующий пуш у нас уйдет уже с имморталом с архоном зилками в принципе отличное отличное развитие идет еще один nexus смотрите три газа три газа в пвп сейчас вот так вот играется в пвп современная девятая минута приходит уж прыгает фокус одного дестабилизатора второго расплетел и все расплетел одного дестабилизатора второго архонами давит филды от него теперь не защититься будет сейчас до вар сейчас доделается плюс 2 на атаку для меня нету нету архонов таким образом филды от креито очень эффективные идет атака здесь на роба на два его роба этой страны с филдами он отлично держит позицию давит давит сталкеров не пускает идет широкий фронт сейчас будет до вар скорее всего получает залп от архонт от дестабилизатора но здесь зилки вырезали всю минеральную линию вот так вот креито держит позиционку просто на халде у него стоят юниты и приходится написать gg джимини вот такое вот ребята корейское пвп на корейском ладзере мне понравилось а вам обязательно пишите в комментарии с вами был тет всем пока